День. 1771. Алекс на связи. Вообще Wi-Fi в умном доме испытывает большие сложности. И это даже если он не используется именно для самого умного дома. То есть нет устройств, которые связаны по Wi-Fi. И работают по Wi-Fi. Например если это Zigbee или Bluetooth устройства. То все равно с Wi-Fi могут быть сложности. Основная проблема это конечно из-за того, что они все работают на одной частоте. 2-4 ГГц. И могут друг на друга влиять. Конечно Wi-Fi мощнее. И влияние гораздо больше на все остальные устройства. Но и все равно сами устройства. Например Zigbee они довольно мощные. Их довольно много может быть. И они конечно проблемы создают Wi-Fi. И например обычные устройства, которые там ноутбуки, панцеты, телефоны. Они могут работать не очень быстро в этом случае. То есть у меня в умном доме есть и Wi-Fi устройства. Потому что это например веб-камеры не только по Wi-Fi работают. То есть можно конечно купить отдельную камеру, которая будет по проводу работать. И там через отдельный видеорегистратор интегрироваться в систему умного дома. Но если это просто веб-камера, то она обычно по Wi-Fi. Другие протоколы, там Zigbee и Bluetooth для камеры не используются. Потому что конечно скорости не хватит в этих протоколах. Поэтому уже все равно будут какие-то устройства, которые постоянно подключены. От которых постоянно идет трафик. Есть еще у меня веб-камеры самодельные. Для самоделок используются ESP32K. И они тоже подключаются по Wi-Fi. Ну и еще несколько микроконтроллеров ESP8266 используют. Которые тоже по Wi-Fi работают. То есть это у меня в шутильниках умных. В трех такие установлены. Ну и сами датчики. Это у меня электрический счетчик сделан на Wi-Fi. И еще есть роутер, который работает тоже. Ну этот роутер с частоты 433 МГц. Он переводит это. Принимает сигналы и отправляет систему удобному по Wi-Fi. То есть он тоже сам подключается по Wi-Fi. Ну и есть еще ESP32 микроконтроллер. В котором тоже Wi-Fi используется. То есть довольно много устройств. И без них в принципе тоже никак не обойтись. И не получится все это на ZIGO перевести. Но еще используется несколько розеток умных. Но они исторически были куплены. Там три штуки. Используются они не совсем в системе умного дома. Но для некоторых сценариев я их тоже использую. Они просто в приложении Яндекса в экосистему подключены. Это розетки Туя. И их там можно подключить без проблем. И они по сути в этой экосистеме. Там сценарии написаны. И они там работают. То есть они не напрямую. Там не интегрируются в единую систему. Хотя в принципе можно и приложение Туя интегрировать. С опенсорсной системой умного дома. И Яндексом тоже в принципе можно послужнее. Но есть способы интегрировать тоже с опенсорс решением. Из-за этого у меня ноутбук не очень хорошо работал. Я постоянно терял соединение. Потому что все эти устройства умного дома. Они обычно не очень. Особенности для самоделок которые используются. У них не очень хорошая аппаратная часть используется. И у них эмоций недостаточно. И они иногда просто там либо зависают. Либо неправильно прорабатывают взаимодействие. По Wi-Fi. И роутер просто может из-за этого работать неправильно. У меня используются роутеры. Довольно неплохие. Кинетики. Не самые дорогие. Но в принципе они довольно мощные. То есть это не самая простая версия. Этих роутеров. И даже им в принципе приходится довольно туго. То есть ну да. Они просто не передают данные через себя. Либо вообще к ним невозможно подключиться. То есть связь теряется. То есть возникают разные такие проблемы. Я попробовал сделать межсеть на этих роутерах. То есть кинетики так позволяют сделать. То есть один сервер. Один роутер уступает как основной. А второй он уже дополнительным роутером. Ну не роутером. Он у них называется усилителем. То есть он уже интегрируется с этим основным роутером. И они в паре. У меня их два. Они составляют одну серию. То есть там у них и единый идентификатор сети. И устройство. Могут подключаться либо к одному роутеру. Либо к другому. В зависимости от того. С которым сигнал лучше. Или там еще какие-то условия. Ну они там не очень известны эти условия. И даже это не всегда помогало. И иногда бывает все равно связь теряется. На телефонах или там новых планшетах без проблем конечно. Есть частота 5 ГГц. Wi-Fi. И она позволяет использовать эту частоту для подключения. Многие устройства умного дома. Они только 2,4 ГГц работают. То есть 5 они не могут поддерживать. Еще есть умные колонки. Которые тоже могут и на 5 работать и на 2,4. Но у них в принципе тоже там довольно большой трафик получается. И они тоже иногда работают очень странно. То есть у меня например одна колонка Яндекса. Она почему-то постоянно у нее меняется подключение. И даже выданный IP адрес она сбрасывает. То есть она и не используется. И ей выдается новый адрес. То есть эту проблему как и быть пока не очень понятно. Но в общем тоже Wi-Fi работает очень странно. На колонке там что-нибудь обращаешься. Она говорит там нет интернета. То есть по сути она не может нормально работать с роутерами Wi-Fi. Но в общем-то понятно что умный дом это одна история. Но хочется чтобы все равно всегда хотя бы там ноутбук или телефон работали без проблем. Ноутбуки новые тоже конечно имеют адаптер. Адаптер который и 5 Гц поддерживает. Но у меня там используются дешевые ноутбуки. У них и они довольно старые. В общем-то покупать большого смысла новый ноутбук пока нету. То есть все функции которые надо выполняются. Но возникла проблема как улучшить Wi-Fi на этих ноутбуках. Оказалось все конечно просто. В ноутбуках есть этот Wi-Fi модуль. Он как отдельным компонентом сделан. Ноутбуки можно разобрать. Вполне не сложным. Которые у меня используются. И заказал я из Китая эти адаптеры. Они стоят не очень дешево. И непонятно какой из них выбирать. Но в принципе я два взял для пробы. Они могут работать на 2,4 Гц. На 5 Гц. Ну и блютуз тоже поддерживает. То есть такой адаптер он без проблем устанавливается. Единственное возникла сложность. Что у меня в ноутбуке только одна антенна. Ну потому что было только 2,4 Гц. Второй антенны нет. А на этих адаптерах нужно два подключения. Отдельно еще заказал антенны. Для подключения. Они долго шли. Месяца два наверное. То есть можно было конечно там что-нибудь сделать. Самодельный какой-нибудь. Но там разъемы очень маленькие. И в общем то не очень будет просто. Самому подпаять. Хотя это вполне возможно. Но в итоге антенны пришли. Они оказались довольно короткими. Ну не знаю в общем то правильно это или не правильно. Я одну антенну подключил к одному разъему. Которая была встроена антенна. А вторую. Отключается к второму разъему на этом модуле. В целом работает неплохо. Я посмотрел как на 2.4 ГГц работает. Там конечно связь не очень хорошая. Потому что и диапазон сильно забит. Ну еще там в доме. В других квартирах конечно роутеры тоже. В основном на 2.4 все используются. То есть наверное у всех куплены универсальные. Но не все знают что можно там 5 ГГц подключать сеть. И конечно на 2.4 связь в пределах комнаты неплохая. Но уже в другой комнате там за стеной. Она сильно ухудшается. 5 ГГц она конечно пропускная. Пробивная способность она такая же. Даже хуже. Но если в пределах комнаты роутер находится. То связь или там через одну стенку недалеко. То связь она вполне хорошая. То есть у меня без проблем 100 Мбит интернет. Работает теперь на ноутбуке. И я могу там. У меня он просто 100 Мбит. И на скачивание и на загрузку. То есть скорость нормальная. То есть никаких проблем уже не возникает. Понятно что сам роутер тоже может там зависнуть. По причине что новый диапазон обрабатывает. Но межсеть она тоже так сделана. Что можно сделать отдельно 5 ГГц. Ну там отдельный идентификатор дать. И его прямо использовать. А можно использовать автоматически. То есть у них идентификатор будет один. А устройство сами будет решать на 5 ГГц. И к какому роутеру. То есть я пока этот режим использую. Но наверное имеет смысл. Все таки 5 ГГц выделить отдельно. И чтобы там устройство которое умеет на 5 ГГц работать. Просто не всегда работали. Например маншеты. Там айпады. У меня всегда работают на 5 ГГц. Ну вот сейчас получается. Что они тоже могут автоматически перейти на другую частоту. И потом связь теряется. Ну не знаю как они там. Сами переходят на 5 ГГц или остаются на 2А4. Тут нужно следить за ними. Просто это не определить. На роутерах смотреть. Какой конкретно сейчас диапазон используется. То есть сам планшет или там ноутбук не может. Ну на ноутбуке можно посмотреть в настройках. Но на планшете не видно. То есть по умолчанию. Какая скорость. Ну какая часа используется. Ну в целом. Такое решение тоже неплохое. Конечно лучше выделить. Отдельно роутер на 5 ГГц. И тогда вообще проблем не будет. То есть. И устройство умного дома его не будет грустить. И для обычных конечно. Там обычного использования. Это будет. Гораздо надежнее. То есть там какие-нибудь. В виде звонки. Нормально будут работать. Понятно. Там со скачиванием проблем особых. Возникает. Но. В общем то. Если. Допустим. Телевизор. Смарт. Работает по Wi-Fi. Или там колонки умные. То это конечно. Будет гораздо надежнее. Удобнее. И стабильнее работать. А систему умного дома. Уже можно. Отдельно. На частоте 2 или 4 ГГц. Там. Пытаться. Улучшить. Настроить. И может быть. По максимуму. Отказаться. От использования. Каких-то. Wi-Fi устройств. В умном доме. В умном доме. Уйм. В умном доме.